Что такое криптофонды и стоит ли в них вкладывать? С вами Дмитрий Карпиловский и сейчас мы разберемся, как работает доверительное управление в рынке криптовалют. Дело в том, что главная опасность для новичка-инвестора в мире криптовалют это вовсе не системные их риски. Это не шанс того, что их где-нибудь запретят или как-нибудь иначе будут противодействовать их развитию. Главный риск для новичка-инвесторов криптовалюты это ошибка, принятие неверного решения. Купить не то и не в тот момент. Купить неправильный инструмент. Довериться пирамиде. Чтобы этого не произошло, у нас есть два пути. Либо долго учиться, изучать контент, изучать матчасть и потом принимать решения все более точно и выверенно по мере накопления опыта и по мере набивания шишек. Либо мы можем найти профессионалов высокого класса в этой сфере и делегировать решения наших инвестиционных вопросов им. Именно этим занимаются криптофонды. Криптофонды собирают команды профессионалов, аналитиков, трейдеров, майнеров, специалистов по оборудованию или других специалистов, например, аналитиков ICO и так далее. Они собирают команду, которая полностью погружается в тематику. Полностью живет своей темой. А значит, накапливает большое ноу-хау, а значит, накапливает большое количество опыта и уже имеет большое количество набитых шишек благодаря этому самому многолетнему опыту. Эта команда готова взять ваши деньги в свое управление. То есть принимать инвестиционные решения вместо вас. И, как правило, эта команда возьмет с вас процент от той прибыли, которую сгенерируют принятые ею правильные решения. И не получит прибыль, если ее решения были неверными и прибыль не принесли. Таким образом, это очень интересный инвестиционный инструмент. У него есть один большой плюс. Как правило, результаты работы такого криптофонда, чем бы он ни занимался трейдингом, подбором ICO, майнингом или активным управлением криптоактивами и криптопортфелями, результаты его, как правило, будут значительно лучше ваших собственных, если бы вы принимали решения самостоятельно. Но есть и минус. Вы должны доверить деньги чужим людям. А значит, есть потенциал того, что они сбегут с вашими деньгами, потеряют их по халатности или просто примут неверные решения, которые в итоге приведут к убыткам для вас. Но с этими рисками мы умеем бороться намного лучше, чем с рисками, которые несут в себе криптовалют. Например, жизнь обычного обывателя, его жизненный опыт никак не помогает ему в вопросе купить биток или продать. Жизненный опыт не помогает выбрать перспективную на долгосрок монету для инвестиций и не помогает составить портфель. Тогда как жизненный опыт выявления мошенников, проверки фактов, отличение профессионалов от дилетантов и тому подобные вещи у нас накоплен достаточно хороший. Таким образом, стратегия доверительного управления сводится примерно к следующему. Мы должны выявить на рынке компании, которые предоставляют услуги вот такого доверительного управления. Мы должны убедиться, что они честные. Мы должны убедиться, что они профессионалы своего дела. И мы должны убедиться в том, что у них есть причины не сбежать с вашими деньгами. Более того, мы стараемся имплементировать какие-то механизмы, которые не будут основаны на доверии, а которые не позволят им сбежать с вашими деньгами. Соответственно, вы меняете вопрос, что купить, что продать, во что инвестировать, что делать на рынке. Вопрос вам изначально плохо понятный. На вопрос, как оценить профессионализм, и как оценить честность, и как оценить опытность конкретных живых людей, о которых можно найти много информации в интернете, у которых уже много клиентов, которых можно опросить, о которых есть отзывы, у которых есть репутация. И это стратегия, которая для новичка работает очень-очень хорошо. Таким образом, в конечном итоге, инвестиционный фонд — это платформа, в которой вы передаете деньги в управление в обмен на сверхрезультаты, которых они обещают вам достичь. Они, в свою очередь, получают долю от вашей прибыли. Или какие-то еще свои комиссионные сборы. Тут каждый фонд регламентирует свои комиссии по-своему. А вы получаете спокойный сон. Вы получаете отсутствие необходимости принимать решения. На мой взгляд, это очень интересный инвестиционный инструмент, если подходить к нему с тщательным отбором. Я сам инвестирую в 10-12 фондов в зависимости от ситуации на рынке. И это и трейдинговые фонды, и майнинговые фонды, и фонды активного управления, и фонды пассивного управления криптоактивами. И много-много-много других направлений, которые есть и очень интересны в этой тематике. Ссылки на топ-5 моих личных фаворитов из криптофондов вы найдете в описании к этому видео. Я думаю, посмотреть на них и разобраться в том, как они работают, будет как минимум интересно. А возможно, вы найдете для себя очень интересный инвестиционный инструмент. В целом, я рекомендую размещать не более 30-40% всех ваших активов в криптофондах. И не более 20-25% ваших активов в одном конкретном, сколь угодно хорошем он бы вам не казался. Я надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить выход подобных видео в будущем. А если вы уже подписаны, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления, когда мы загрузим новый полезный контент. С вами был Дмитрий Карпиловский. До скорых встреч в новых видео.